С одной стороны, мы понимаем, что это так или иначе звучит о том, что непредоставление права Украине использовать дальнобойные средства для ударов вглубь территории Российской Федерации может вызвать, понятно, ответную реакцию, непредсказуемую, вдруг до ядерного ответа и так далее, чего американцы хотят избирать. Вот это промежуточное, с этим, кстати, можно еще обсуждать, ну, действительно, ядерное оружие там есть, никто не хочет развязанной ядерной войны, это я могу говорить, а вот относительно того, что передислоцировали авиацию и как бы нет военных объектов, по которым Украина должна ударить со стороны со своей, значит, этими дальнобойными средствами, а вот это странно. Ну, во-первых, Украина, со своей стороны, насколько я видел, представила чуть ли там не две с лишним сотни объектов, которые находятся в зоне досягаемости, это от 100 до 300 километров, не дальше, которые являются как раз военными объектами, объектами, обеспечивающими так называемую специальную военную операцию, да и, в принципе, в Курской области, значит, они тоже обеспечивают возможность противостояния ВСУ со стороны российских вооруженных сил. Ну, как бы, тоже странно выглядит этот аргумент, что они передислоцировали авиацию, ну, хорошо, а если они передислоцировали авиацию на более дальнее расстояние, все равно же надо бить, понимаете, для того, чтобы не давать этой авиации обстрелить территорию Украины, это с одной стороны, это же неотменяемая вещь, она сама по себе ценна, вот, если же, так сказать, речь идет о том, что они передислоцировали авиацию так далеко, что нет таких средств, которые могут бить на такое расстояние, ну, например, тысячи километров, да, но это тоже странный аргумент, учитывая, почему, что у Москвы-то такие средства есть, по территории Украины такие удары наносятся, вот, пожалуйста, в Полтаве, вот они считают это военным объектом, ну, или там во Львове взяли, убили трех девочек и жену, значит, жителя города и так далее, вот и вчера, насколько я понимаю, похороны были сегодня, у меня просто время... Вчера, ну, то есть, а это как? То есть, даже исходя из логики паритета и всяких, так сказать, отмененных красных линий, ну, было бы логично, у вас ракеты, у нас ракеты, ну, хорошо, они производят частично сами, покупают у Ирана, что логично, союзники могут поставить такие средства Украине, понимаете? Ну, тогда возникает паритет, тогда возникает, как бы, предпосылка даже к переговорам, потому что, ну, а какой толк ты обстреливаешь Полтаву, тебя обстреливает Подмосковье? Ну, то есть, если бы логика была такая, что нужно срочно прекратить войну и, как бы, поспособствовать Украине в защите ее суверенитета и территории, то, наверное, такие средства были бы паритетны, с учетом того, что они имеются у российской стороны, были бы предоставлены. Значит, я объяснение имею то же, что я и называл. Я считаю, что этот вопрос не решится до ноябрьских выборов. Ну, то есть, грубо говоря, Камале Харрис выиграть выборы с началом ядерной войны, наверное, никто не знает, что будет и кто выиграет те или другие. Окей. Наверное, все-таки это внутриполитические аргументы, потому что аргументов стратегических, тактических, военных, еще других я не обнаруживаю, понимаете. Вот я их не вижу, потому что это противоречит логике ведению боевых действий, войны и всего, что с ней связано. Ну, то есть, для меня это не аргументы, то есть, это какие-то странные аргументы. Поэтому, да, наверное, они хотят победить на ноябрьских выборах, и я уверен, что за кулисами Рамштайнов они, тот же Остин, говорят, потерпите, ну, подождите два месяца, выдержите. Мы понимаем, как это тяжело. Сейчас пройдут выборы, останется, значит, Харрис. Так они считают, что это, как бы, является предпосылкой для дальнейшего помощи Украине, потому что, если придет Трамп, он тут вообще в последнее время заявляет какие-то дикие вещи. И санкции, говорит, надо снять с Америки, с Москвы, там, ну, еще чего-то, ну, такой какой-то, знаете. Ладно, бог с ним, это пусть разбираются американские избиратели, они все время почему-то меня упрекают, что я на стране то Харрис, то Трампа. Я ни на той, ни на другой стране, еще раз хочу подчеркнуть. Я исхожу из оценки того, что говорят эти политики в отношении, и одного единственного вопроса, войны в Украине. Все, остальное меня совершенно абсолютно не интересует. Вот то, что они говорят, я и оцениваю. И пока эта оценка действительно в пользу поддержки Украины со стороны Харриса, а не в поддержке со стороны Трампа Украины. Вот я исхожу из публичных заявлений, больше ни из чего. И с этой точки зрения, наверное, я предполагаю, что есть некая тактика помощи Украине со стороны демократов, ну, в частности, Харриса и администрации Байдена. И она исходит из того, что надо сначала выиграть собственные выборы, а потом мы все это решим, мы все это преодолеем. Ну, это всегда сомнительный тезис, потому что дорогое яичко Христово Воскресенье, как говорится, это сейчас ракеты нужны, что там будет завтра еще поди разбери. Конечно, и тогда они понадобятся, и в ноябре, но до ноября сколько всего может произойти? Сейчас у нас только середина сентября там приближается. Поэтому на самом деле я все-таки думаю, что это связано с выборами, и других аргументов я не обнаружил. Тем не менее, у нас есть такое, знаете, как заявление украинского дипломата, бывшего посла Владимира Огрызка, который очень интересно подбил итог всех трендов последних месяцев, что у Запада, в принципе, исчезла или исчерпалась решительность. И что пока они не решили, что планируют дальше делать с Россией. И это по факту так и есть. Больше нет никаких очень громких, резких заявлений. Все очень осторожно. Не бейте, не используйте. Там сомневаются в том, что теперь делать с авиацией после одного трагического инцидента. Согласны ли вы, что этой решительности действительно через два с половиной года стало меньше? Ну или снова, конечно, мы сделаем некую отсылку к президентским выборам. Но тогда в декабре или там в январе уже не останется оговорок, а почему вы нерешительны? Уже все ждать некого и нечего. Ну вообще это волнообразно. Вот мы видели, переживала эта ситуация с отношением к войне и поддержке Украины разные периоды. И на взлете было на пике, но это больше в первой части войны, там 22-й год, начало 23-го года. Потом это шло действительно на спад ряд событий и внутри Соединенных Штатов, и, скажем так, в России, вот связанные с рейдом Пригожина. Неудачи и контрнаступления Украины влияли, безусловно, на снижение уровня поддержки. Это привело к кризису шестимесячному выделению помощи в 60 с лишним миллиардов. Мы это все наблюдали и видели, что в этот период Москва, ну, самонадеянно, конечно, считая, что помощь вообще больше не будет выделяться, двинуло войска в Харьковской области, дошла до Вовчанска, где продолжаются бои, идет противостояние, да, имеет место противостояние. Но это все было преодолено операцией в Курской области, это изменило соотношение и в общем инициативу в ходе войны в 2024 году. То есть Москва точно, вот на сегодняшнюю минуту, я не знаю, что будет в осенью и зимой, ну, и осенью уже наступила, точно не реализовала своих целей, понимаете? В этом 2024 году громогласно заявлялось о наступлении, возьмут Харьков, возьмут чуть ли не Одессу и так далее, ну, может быть, это и отвлекающие были вещи. Помните, как то и дело собиралась группировка в районе Купинска, и на Купинску узловая двигаться, и часов яр разобрать. Да, из относительных успехов на линии фронта, которую мы знали по этим двум годам, да, к ним прибавилось Вовчанск, Харьков, Харьковское направление, ну и отчасти Курское направление. У Москвы есть продвижение, ощутимое только в Донецкой области, в сторону Покровска. Да, это, там, продвижение это есть, там такой большой кусок, клин впирается в линию фронта, и да, там можно говорить о том, что есть относительный успех, это правда, но во всех остальных участках, везде, в других местах это не так вообще. Что касается, ну, вот, огрызка, то, что он комментирует, поубавилось уверенности. Ну, вы понимаете, она действительно должна была бы поубавиться и в связи с выборами тоже. Это тоже аргумент в эту сторону. Бояться стронуть ситуацию. Вы же помните, как складывалось до того, как Байден еще собирался до, фактически, дебата 22 июня, унылость все больше нарастала в связи с Байденом, потому что было понятно, что и он выборов не выиграет в силу здоровья, придет Трамп, и тогда вообще, там, уже говорить, рассуждать относительно поддержки и всего остального вообще невозможно, потому что неизвестно, что будет делать Трамп. Ну, более-менее он назначением Вэнса и каким-то отдельным рядом заявлений, честно говоря, большого оптимизма не внушил. Прямо скажем, хотя и сегодня этот вопрос, соответственно, непредсказуем. Для внутриполитической ситуации, внутри самой Америки, может быть, Трамп и хорош для американских избирателей, они, может быть, его и выберут, я этого не знаю. Но если мы говорим конкретно об украинском вопросе, то отрицать тот факт, что Трамп делает заявление, которое не внушает оптимизма украинской стороне, скорее способствует скепсису, да, это можно так говорить. И это, безусловно, влияет на поддержку нынешней администрации, она тоже осторожничает, как и в ряде других вопросов, кстати, внешнеполитических, прежде всего. Поэтому мы не знаем, так сказать, можно ли это оценить как терминальная, окончательная унылость, какой-то скепсис, который возник в действующей администрации Байдена и демократов в отношении украинского вопроса. Мы так не можем утверждать, мы этого не знаем. Надо это подчеркнуть, мы этого не знаем. Но в целом я бы сказал, что, конечно, решающим является внутриполитический фактор. Да ведь так всегда было. И вспомните, с Вьетнамской войной, с войнами попроще, локальными отдельными конфликтами, с Ираком, везде внутриполитическая ситуация влияла так или иначе на принимаемые военные и другие решения. В данном случае это еще и опосредованное, потому что сами Соединенные Штаты в войне участия не принимают. Но их поддержка является значимой, если не решающей. И поэтому от того, какое будет приниматься решение, конечно, зависит судьба фронта, зависит судьба и Украины тоже. Поэтому я все-таки склонен думать более осторожно, что это не изменение ситуации, а ситуационное изменение, которое еще волнообразно изменится в связи с выборами. Я бы не сказал, что у Америки цели снялись. Я вот сейчас в Соединенных Штатах нахожусь. Не буду рассказывать детали, какие-то разговоры, переговоры какие-то. Они касаются даже не всегда в политике впрямую. Но даже в Голливуде я слышу о том, что да, украинская тема, она как-то не взлетает. Вот, понимаете? То есть она не взлетает. То есть, ну, как бы, в общем, американское общество другим живет. Вот так это говорится. Но я хочу подчеркнуть, но ведь решение-то принимают политики. Решение принимают ответственные люди из элиты. А не общественное мнение, по большому счету, которое в целом-то поддерживает Украину. Большинство, все эти последние опросы, ИПСОС и другие, показывают, что Украина-то поддерживается со стороны общественного мнения. Вяло, но поддерживается. Это большинство, определяющее большинство со стороны американского избирателя. Но, еще раз хочу подчеркнуть, война идет долго. Это уже два с половиной года. А сколько она еще будет идти? А мы, как бы, вот, в ходе этой турбулентной политической кампании, даже если, там, очевидно, сейчас преимущество одного кандидата или другого, ну, ладно, мы не будем это оценивать. Пусть американцы сами оценивают. Мы, как бы, в общем, не на теме Украины сосредоточены сейчас. Сейчас гораздо важнее, вот сейчас здесь обсуждают аборты. В ряде штатов, значит, вводят запреты на аборты. Это для американцев, хотим мы того, не хотим, гораздо более важный вопрос. Для американок, ну, это влияет на общественное мнение в целом. Ну, конечно, тех, кто сейчас под обстрелами, в окопах и так далее, это выглядит жутковато. Но, тем не менее, мы должны принять, что общество и американское, и ряд других, которые не вовлечены в войну непосредственно, живет так. Не принимать этого, отрицать это, даже оспаривать это. Ну, как это можно делать? Страны, люди, народы живут своими заботами. Это надо учитывать, это надо не игнорировать, это надо понимать. И пытаться с этим работать, пытаться это менять. Понимаете? Потому что политика искусства возможна. Безусловно, и, конечно, есть инструменты, которые влияют на то, чтобы повышать и внимание, и интерес, и даже, там, я не знаю, решительное вовлечение со стороны таких акторов, игроков, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому все не окончательно. Падение интереса не терминально. Там Ллойд Остин, которого мы с вами выше вспоминали, он там же на Рамштайне, вместо того, чтобы сказать то, о чем мы так ждем и просим, он сказал, что война в Украине закончится за столом переговоров, но пока сложно сказать, когда это произойдет. Может быть, вы меня поправите, но мне кажется, что Ллойд Остин из тех политиков или военных, кто об этом никогда не говорил. То есть, по сути, его профиль, его специализация – это война и оружие, а не дипломатия и переговоры. Тем не менее, он повторяет очень непопулярную, но уже не новую идею. Он, кстати, тоже будет относиться к команде, которая, скорее всего, уйдет в отставку. Мы же не говорим о том, что его там политика сохранится. Нет, скорее всего, будет кто-то переназначенный. Но что это за сигнал? Вряд ли Ллойд Остин имеет в виду, что вот точно до ноября, значит, что-то произойдет. Нет, он не имеет это в виду. Это установка администрации Байдена, ориентированность на переговоры, окончание войны посредством переговоров, это точно. Это нехорошо, неплохо, нравится, не нравится. Ну, понятно, что для Украины это некая деактивация и поддержки, и расхолаживание, так сказать, некого общественного мнения. Наоборот, его надо бы подогревать. Вот, но я вам скажу, что это еще менее под собой имеет, я бы сказал, весы, нежели заявление о том, что Украине не нужны дальнобойные ракеты, для того, чтобы удары вглубь России, там, по тем аргументам, которые мы в первом вопросе обсудили. Почему? Потому что, а как провести эти переговоры? Я все время задаю вопрос. Как провести? Путин не хочет переговоров, он хочет сдачи Украины. Все эти бубнения про то, что и вот последнее, о том, что мы готовы к переговорам. Каким переговорам они готовы? Переговорам, ну, хорошо, размена. Мы уходим из Курской области, вы уходите с территории Украины. К Украине прямо сейчас готовы. Где подписывать? Где, каким переговорам? Мы вот на протяжении полугода обсудим, какие переговоры. Я все время апеллирую, с моей личной точки зрения, считайте экспертной, считайте политической, к тому, что нужно определиться в основе переговоров. Каких переговоров? Да, по формуле мира, да хоть завтра, вот, извиняюсь, предлагать, пусть Москва приедет на следующий форум, где он там в Австрии будет или в Швейцарию, по формуле мира и обсуждать. То есть в рамках международного права, в рамках понимания традиции и правил международной безопасности, Женевский, ну, вот всего того набора, который, ну, в общем, худо-бедно, но как-то сдерживал мир от войны в течение многих десятилетий после Второй мировой войны. Ну, во всяком случае, в Европе. Локальные конфликты были, но все-таки большой войны не разгорелось. Путин же предлагает совершенно другое, он же предлагает совершенно другое, он предлагает как бы пойти против международного права, пойти из смысла каких-то красных линий, геополитических реалий, ситуации на земле, они это еще называют, ну, то есть это право силы. Вот раз мы заняли, это наше. Попробуйте Путину сказать, ну, а раз мы заняли Курск, это тоже наше. Украина от этого воздерживается, а с другой стороны, что бы эти 1200 километров не перерезать к Сумской области? Получается, по этой логике, ну, это же геополитические реалии, это ситуация на земле, Курская область теперь совсем не та, что прежде. Разве это не аргумент? Ну, это же ваши аргументы, это вы же ими оперировали. А, то есть ситуация военная изменилась, а вот интересно, а если вся Курская область захвачена будет? А если на Москву двинется? Ну, это фантастическая версия, мы не верим, что и не понимаем, есть ли такие силы, возможности конкретно у Украины двинуться дальше, возможно, их и нет. Возможно, я не знаю, я не являюсь осведомленным лицом. Ну, а если, например, к Москве подступят, он тоже скажет, бандиты, отойдите от Москвы и отдайте нам 4 области и Крым, понимаете? Какая аргументация здесь? На что опираться? Мы, когда я говорил о том, что надо опираться на международное право, оно понятно, оно прозрачно, оно транспарентно, оно является инструментом для всех стран, которые внутри системы международного права существуют, есть и те, кто его отрицают. А вот эти геополитические реалии, оказывается, могут меняться. Они вот были такие, что вот у тебя были оккупированные территории Украины, а теперь уже и твои территории оказались оккупированы. А если Украина будет заниматься тем, что скажет, а у нас геополитические реалии вот такие? Давайте вы нам вернитесь 4 области до административных границ, до государственных границ. Крым верните, а Курскую область, давайте садитесь за стол переговоров. Что будем делать с Курской областью? Но предварительные условия, скажет Киев, это вернуть все оккупированные наши территории. Это же так говорит Путин, правильно? Ну, если перевернуть ситуацию зеркально. А вот по Курской области, там, знаете, не все происходит. Очень много украинцев там, очень много по-украински говорят. Не хотят обратно в Москву. Ну, надо же как-то судьбу решать. Нет, 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 вот так нельзя. Поэтому мы не понимаем, о каких переговорах речь. О тех, что Путин в канун, значит, саммита под Люцерном по формуле мира заявил. Потому что три условия, я их уже много раз повторял. Отмените, говорит, все санкции. Внеблоковый статус Украины с недопущением вступления в НАТО. И отдайте, отведите войска из четырех областей. Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. До административных границ. Это это обсуждать? Это такие переговоры? Ну, так к таким переговорам никто не готов. Об этом уже прозвучало, сказано. Переговоры, где предварительные условия сейчас еще добавятся. И вы нам, пожалуйста, из Курской области уйдите. Вы, говорит, бандиты. Бандиты провокацию устроили. Ну, так интересная логика. То есть, вы понимаете, раз за разом мы будем спотыкаться о том, что Москва хочет одних переговоров с правом силы, с красными линиями, со всем тем набором, который я сказал выше. А мир хочет нормальных переговоров, которые всегда были. Переговоров, при которых международное право является инструментом. Суверенитет, территориальная целостность, уважение прав выбора народов, которые живут на этих территориях и в этих странах. Ну, так об этих переговорах и речи идти не может. Поэтому это дальние перспективы. Это не до ноября. Ллойд Осин с высокой степени вероятности не останется министром обороны. Он был неплохим министром обороны. Он помогал Украине. Он сочувственно относился к Украине. Но он наверняка выражает позицию администрации Байдена. Какой уж она будет, вроде бы Соливан не остается. У самой Харрис есть советник Гордон по национальной безопасности. Видимо, он займет позицию советника по национальной безопасности. Ну, так говорят. Я не знаю, может, это еще 10 раз изменится. Как будут влиять на формирование администрации, если Камала Харрис победит на выборах, я не могу знать. Я как бы не являюсь инсайдером. Но если это так, он настроен более радикально. Гордон настроен более радикально. В целом они все за мир. В целом они все за переговоры. Но какие переговоры? Вот это ключевой вопрос. Ну, вот смотрите, что касается непосредственного инструментария. Я считаю, что в 16-м году и даже в последующем 20-м вмешательство было куда существеннее. Оно в основном было в попытке влиять на общественное мнение. И, ну, какие-то инструменты были весьма работоспособными. Там целое дело возбудили. Уголовные против фабрики Пригожной. И, между прочим, по нему проходит ряд лиц, которые там даже в движении протеста у нас бегали из числа правых. Я просто некоторых видел, фамилии. Они работали на фабрике Пригожной в Питере и, как бы, оказались в числе подозреваемых по этому делу. Вот. Ну, видимо, знали английский язык, их подключали. Они на фабрике контролировали, так сказать, управляли этой системой воздействия, там, комментарии. Ну, знаете, как боты работают и так далее. Существенно ли это? На мой взгляд, нет. Даже тогда это нерешающим образом влияло на исход выборов. Будем честны. Но, во-первых, сам принцип, любое вмешательство такого рода, оно должно пресекаться. А потом, а я хочу спросить, а разве помимо попыток влияния на американские выборы, что Russia Today, все эти информагентства России сегодня и так далее, они что, должны работать на территории Соединенных Штатов? Вот вся эта пропагандистская шарманка, которая крутится, она вообще должна быть? Что Симоньян и ее псевдо-всякие там журналисты, они должны под прикрытием, которое они понятны, что все сотрудники СВР или других спецслужб российских, она для этого и создана, это Russia Today. Знаете, как раньше было агентство ТАСС или что-нибудь в этом роде. Вот Russia Today, она эти функции выполняет. Вот. И Россотрудничество эти функции выполняет. Уже все это знают, все это понятно и так далее. Что, разве их не надо преследовать даже за то, что они делают внутри России, вне ее пределов, с войной в Украине? Нет. Даже если они не влияют на американские выборы. Ну, представим, не влияют, не могут. Нет такой возможности. Боятся. А мне кажется, надо ебошить по полной. Понимаете? Прямо по шляпку забивать. Вот сейчас вот этот Симис, Симис. Три миллиона заработал. Ну, во-первых, это смешно. Я уверен, что у него там закрома такие, у Мошонки, что, значит, там десятки миллионов. Ну, неважно. Ладно. Они таких любят. Жульманов, понимаете? Которые, значит, изображают, что они там типа американские политологи. На самом деле обычная агентура. Я уж не знаю, он в Москве, наверное, не собирается возвращаться домой. Ну, как бы вскрыли жабенку, понимаете? Теперь придется, значит, париться, значит, в Москве. Дом его обыскали и так далее. Вот это в том направлении, которому нужно действовать. Вот таких надо щемить по полной. Прилюдно, понимаете? Показывать, что такое бывает. Знаете? А то они разъездили все эти. Там этот вот очкарик, который в педофилии обвиняли. Как он забыл? Риттер, Шмиттер, Хриниттер. Не помню. Я их не знаю. Скот, он скот, да? Скот. Скот. Ну, вот скот. Скот. Скота вот этого. Вот. Они как бы, знаете, как хорошо. Как замечательно. Давайте относиться. Что это свобода слова? Что это демократия? Что мы вот такое другое мнение имеем по поводу войны в Украине, по поводу режима в Москве. Что правда? Что, действительно, что ли? Реалии, да? То есть можно на одну планку поставить, значит, свободную прессу, демократию, права человека, да? Гуманистические начала, недопущение войны, сотрудничество, дипломатию. Против вот того всего, что делает Москва? Что, серьезно? А мне кажется, бить надо сильнее, в два раза тяжелее. Сажать. Больше сажать. Отбирать имущество всех этих рашетудеев. Все забирать, вышвыривать везде, где можно, понимаете? Не пускать. Щемить, понимаете? И тогда эффект будет. Мне кажется, что в Соединенных Штатах понимание это пришло. И еще до, чтобы мысль вмешаться в выборы, кому-то подмахнуть или еще что-то сделать, даже не возникало. Даже не возникало, понимаете? Потому что вот кто-то скажет, ну а что, как? Ну американский выбор, это такая махина, 330 миллионов жителей, страна, такие партии, это выборы. Да, а я вот наблюдаю, как в Европе это происходит. Я вот наблюдаю, как в Европе, в Германии. Альтернатива для Германии, там, да, вот другие эти сателлитные партии. Вот это Вагенкнехт, Вагенкнехт. Видим мы ее. Все, забабло все, понимаете? Что мы как дураки-то? Мы что, не знаем, как Москва действует? Мы что, не понимаем, как Кремль действует? Информации у нас нету, мы вот этого не видели никогда. Вот не знаем, действительно ли в Москву вмешиваются выборы или нет, в принципе. По лапам надо давать до, а не по последствиям, по хвостам бить, понимаете? До того. Профилактически надо, понимаете? Зная, чем они занимаются в принципе. И потом, а что, их расстреляли, к стенке поставили? Видите ли, в санкции кого-то ввели, закрыли офисы и так далее. Это что? Это страшное наказание какое? Что их посадили, провернули, значит, на... Не буду говорить, что. Ну, просто как-то странно это звучит мне. У нас там в России люди за антивоенную, антипутинскую деятельность, активисты, сажают. На годы и годы и годы. Понимаете, в тюрьмы, российские тюрьмы, вот те самые тюрьмы. А здесь, видите ли, ай-яй-яй-яй-яй-яй, кому-то, значит, щема ноль. Что касается Путин, конечно, троллинг, он это уже проделывал. Он и говорил, что нам, демократы, лучше в интервью Карсона. Это, безусловно, это не то, что какая-то договоренность между ним и Трампом, а типа, я вот такой сегодня веселый. Я могу сказать, Камала Харрис, да, она наш агент. Понимаете? Ну, вот типа так, переводя на русский язык, мы же ее там финансируем, понимаете? В общем, давая повод к критике, там, каким-то, значит, оголтелым трампистам и так далее, что и так далее. Можно критиковать Харрис, можно критиковать демократов. У нас масса претензий к Байдену, его нерешительности и деменции политической. Я сейчас говорю не о здоровье. Конечно. Но совершенно же очевидно, где область интересов Путина. Его область интересов, чтобы Украину сдали. И я много раз говорил, почему мы так вот поддерживаем Украину. Ну что, заняться, что ли, нечем? Вот что вот как бы русские политики, русские оппозиционеры лезут в это как решающий аргумент. Я уже еще раз повторю. Ключевым вопросом русской власти, ключевым вопросом ее перемены, а это центральный вопрос, является вопрос Украины. Не вопрос протестов в России, что выйдут люди с платками, там, на Кремль пойду и так далее. Нет, нет, еще раз, нет, не будет этого в тоталитарной России, этого не будет. А вот поражение войны с Украиной, это инструмент для изменения власти в этой стране. Причем инструмент решающий. И значительная часть российского общественного мнения вне пределов, неконтролируемого Кремлем, который за границей находится, релацировалась, подчеркиваю, значительно, если не решающая, она этого аргумента не принимает. Мы со своим народом, мы за Курск, мы за Хринюрск, понимаете? Это хитрожопость называется, когда хотят своими хорошенькими остаться. Для кого? Для ваты? Да вас выебут там прям, если когда вы полезете на какие выборы и так далее. Даже если Путина не будет. Дураки вы. Поражение в войне с Украиной, Кремля, Путина, они развязали войну. Можно говорить, что это Россия, но еще раз говорю, Россия по-другому устроена. Там народ не спрашивает, будет война, закончится война, будут переговоры, не будет переговоров. Кто они такие, их не спрашивают. Общественность в этом вопросе не участвует. Понимаете? Она объективирована. Она объект, ее просто используют. Но еще раз подчеркиваю, поражение в этой войне Кремля и Путина с Украиной создаст, пусть и призрачную, но перспективу каких-то перемен. А вот не поражение и все попытки того, чтобы перенести акцент внимания с собственной войны на то, что вот почему в Украине русофобия, а вот бедные несчастные куряне, которые побежали, значит, беженцы и так далее. Перенос этого акцента – это путинская политика, это путинский нарратив. Это путинская пропагандистская стратегия. И те, кто ее подхватывает в надежде понравиться российскому обывателю, российскому избирателю, они подыгрывают именно Кремлю и никому другому. Вот и все. Вот мой аргумент. Поэтому на самом деле это продолжится до выборов. Да, конечно, Москва может поигрывать на дипломатическом уровне в том смысле, что кому-то намеки делать. А мы вот, знаете, Камалу Харрис с самого начала поддерживаем. Это они будут делать. Но в Вашингтоне они до такой степени дураки. Поверьте, на такой дешевый развод там точно не поддадутся. Ну, сто процентов. Они там прожженные такие, что ой-ой-ой.